МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газета «Украинская правда» обвинила Офис президента Украины в постоянном давлении на издание. Нобелевская премия мира присуждена японской организацией Нихон Хиданкё, объединяющей пострадавших от атомных бомбардировок. Также сегодня. Ее незаконное заключение и трагическая смерть подчеркивают высокую цену, которую платят журналисты за сообщение правды о войне России против Украины. Мы должны почтить ее память и привлечь тех, кто ее удерживал, к ответственности. В России в заключении погибла украинская журналистка Виктория Рощина. В результате российского удара баллистическими ракетами в Одессе за последние сутки погибли не менее четырех человек, среди них 16-летняя девушка. Есть жертвы в Харьковской области. На Киев была совершена атака боевых беспилотников. Как сообщают воздушные силы ВСУ, было сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. Продолжаются ожесточенные бои в Донбассе. По данным командования ВСУ, украинские подразделения продолжают контролировать около половины территории города Торецк. В Курской области российской армии удалось перейти в наступление и продвинуться на несколько километров. На фоне всех этих событий президент Украины Владимир Зеленский совершает турне по странам Европы, в программе которого Хорватия, Италия, Великобритания, Франция, Германия и Ватикан. В ходе своих последних выступлений Зеленский отрицал, что обсуждает с союзниками заморозку конфликта в Украине в обмен на признание де-факто контроля России над захваченными украинскими территориями. По словам Зеленского и представителей его офиса, он знакомит европейских лидеров с деталями разработанного плана победы в войне с Россией. Публично эти детали не разглашаются. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря об этом плане, упоминал наличие неких математических формул. «Возможно», подчеркну это «возможно», имея в виду расчеты, связанные с результатами ударов по России дальнобойным оружием, которые планирует ВСУ. Еще один важный момент, отмеченный подалеком, связан с участием России во втором саммите мира, который сейчас готовит Украина. По его словам, речь идет не о приглашении России на саммит, а о принуждении ее участвовать в нем. Давайте послушаем. Я бы тут не говорил о доброй воле России, согласится она или нет. Когда Россия будет принуждена к адекватному восприятию того, что происходит по линии фронта, адекватному восприятию того, что происходит в целом войне, и, соответственно, к готовности адекватно вести те или иные разговоры, в том числе в рамках такой конструкции, как саммит мира. Сейчас мы этого не видим. И сейчас как раз-таки президент, вот и в визите в Соединенные Штаты, и сейчас в Турне по европейским странам, там идет презентация с математическими формулами, презентация плана победы. И, соответственно, как только оно начнет работать, тогда мы можем говорить о конкретике с точки зрения наполнения саммита мира-2. Потому что саммит мира-2 должен быть объективно наполнен содержанием, таким внятным содержанием. Потому что у нас фактаж есть, не теория, а фактаж, как можно масштабировать войну на территории России и каким социальным последствиям на территории России это будет приводить. То есть как будут меняться социальные настроения в России. Потому что одно дело, ты находишься вне войны и радуешься тому, что где-то на какой-то территории кого-то убивают, Другое дело, когда война у тебя за окном. Это совершенно другие социальные ситуации в самой России и так далее и тому подобное. Вот эти инструменты, если они, еще раз, сейчас как раз-таки президент на уровне прямых коммуникаций с лидерами других государств, в том числе государств ключевых, имеется в виду Германия, Италия, Франция, Британия и Соединенные Штаты, как раз-таки объясняют вот эту логику. И если она будет в полном объеме услышана и реализована через конкретные поставки, конкретные отмены вот этих неформальных запретов и так далее, которых мы с вами знаем, то, соответственно, тогда, безусловно, будет понятно, как быстро, какие будут развиваться события и на линии фронта, как быстро и какие изменения в социальных настроениях в России будут происходить. И, соответственно, тогда мы сможем с вами уже более объемно понимать, в какие сроки может быть финализирована эта война. Президент Украины постоянно говорит, война может закончиться, если мы говорим о окончании войны, не о каких-то теоретических, на самом деле, фиктивных окончаниях, да, там о заморозке конфликта, уступка каких-то и так далее, которые будут только стимулировать дальше агрессию. Вот справедливый финал войны возможен только в случае, когда начинают работать инструменты принуждения России. И, соответственно, это очень быстро будет развиваться, если эти инструменты в полном объеме, а там математические формулы, четко базированные на конкретных факторах, они будут приняты к исполнению. Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вчерашний день принес трагическую новость о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной, которая в прошлом году пропала без вести в оккупированной России части Запорожской области. Позже выяснилось, что она была задержана силовиками. Согласно появившимся публикациям в прессе, Виктория Рощина умерла во время этапирования в Москву. Причины ее смерти пока неизвестны. Главное управление разведки Украины сообщает, что Рощина была включена в списки на обмен. Ее возвращение было согласовано, и последняя известная информация Рощину этапировали в Лефортово с целью подготовки возвращения домой, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Виктория Рощина сотрудничала с Радио Свобода, она автор серии репортажей для украинской службы. Президент корпорации Радио Свободной Европы Радио Свобода Стивен Капус сделал заявление, в котором потребовал привлечь к ответственности виновников гибели Виктории Рощиной. Мы опустошены сообщениями о том, что украинская журналистка и бывшая авторка Радио Свобода Виктория Рощина умерла в российском заключении. Ее незаконное заключение и трагическая смерть подчеркивают высокую цену, которую платят журналисты за сообщение правды о войне России против Украины. Мы должны почтить ее память и привлечь тех, кто ее удерживал, к ответственности. Это был президент корпорации Радио Свободной Европы Радио Свобода Стивен Капус. Гибель Виктории Рощиной далеко не первый случай смерти в России от рук силовиков, журналистов, выполняющих свой профессиональный долг. Их преследуют, сажают за решетку, подвергают издевательствам, пытают и убивают. Об этом в реплике памяти Виктории Рощиной, украинского политического обозревателя, ведущего программы «Дороги к свободе» Виталия Портникова. Украинская журналистка Виктория Рощина, сотрудничавшая с рядом медиа, среди которых было и Радио Свобода, погибла при неизвестных обстоятельствах на этапе. Возможно, при перевозке из Таганрога в московскую тюрьму для последующего обеда. Трудно представить себе, что должно было привести к смерти 28-летней девушки, кроме, разумеется, непосредственного желания ее устранить, как свидетеля какого-нибудь очередного страшного преступления российских военных на оккупированной украинской земле. То, что преступление порождает преступление, не в России придумали. Виктория Рощина отнюдь не первый автор или гость Радио Свобода, который оказывается жертвой российского режима. Она погибла через 18 лет после того, как в собственном доме была убита неоднократно появлявшаяся в наших эфирах Анна Политковская. Гибель Анны стала символом той катастрофы, которая произошла в России с независимой журналистикой. Но что изменилось за эти 18 лет? Анна Политковская писала о трагедиях жителей российского Кавказа. Но за эти годы сама Россия окончательно превратилась в такую большую Чечню, территорию безнаказанного насилия. И что самое страшное, эта территория продолжает расширяться вместе с российскими войсками, которые приходят на чужие земли. В 2017 году в Донецке был захвачен автор Радио Свобода Станислав Асеев. Два с половиной года заключения в печально известном концлагере изоляция. Пытки, издевательства, нелепое обвинение. Приговор, 15 лет заключения. Станислава спас только обмен заключенные между Россией и Украиной. А сегодня он в украинской армии защищает страну от новой волны оккупации. Пока Станислав находился в тюрьме в Донецке, в Крыму, оккупационные власти издевались над другим автором Радио Свобода, Николаем Семеной. В этом случае власти ограничились давлением, дискредитацией и условным приговором. Но другой автор Радио Свобода, Владислав Есипенко, был в 2021 году задержан в Крыму и приговорен к шестилетнему заключению. Его освобождение из тюрьмы мы добиваемся по сей день. Но Владислав жив, и мы надеемся увидеть его на свободной территории Украины. А с Викторией Рощиной мы уже не встретимся никогда. Между тем, в чем же состояла ее вина? Почему ее вообще нужно было задерживать, этапировать, менять? В том, что она, как и многие другие коллеги, о которых я вспоминаю в этом тексте, и как многие другие, о ком я не упомянул, просто исполняла свой профессиональный долг. В путинской России карают за честную журналистику и не желают слышать ни слова правды. И в путинской России могут убить просто за то, что ты говоришь или пишешь. В России не хотят видеть честных журналистов. Потому что в тоталитарной агрессивной стране с равнодушным обществом честный журналист всегда свидетель обвинения. И да, я не буду отрицать, что все это банальные, пафосные слова, кто бы сомневался. Только вот есть люди, которые платят за эти банальные, пафосные слова своей жизни. Как Анна Политковская. Как Юрий Щекочихин. Как Дмитрий Холодов. Как Виктория Рощина. Украинский политический обозреватель Виталий Портников. В памяти украинской журналистки Виктории Рощиной и других журналистов, погибших в России. Если в России у независимых журналистов, как мы хорошо знаем, уже практически нет никакой возможности нормально освещать события, не рискуя попасть за решетку по обвинению в дискредитации российской армии или даже в государственные изменения, то в охваченной войной Украине, и какой бы сложной там ни была ситуация со средствами массовой информации и свободой слова, украинские журналисты могут позволить себе критиковать власть за оказываемое давление и есть институты, которые вмешиваются, если такие конфликты возникают. Так издание «Украинская правда» выступило с заявлением, в котором говорится, что офис президента Украины оказывает на украинскую правду и на ее отдельных сотрудников постоянное систематическое давление. Оно выражается, в частности, в блокировании спикеров от власти относительно общения с журналистами «Украинской правды» и участия в мероприятиях, в давлении на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с «Украинской правдой», откровенно эмоциональное общение президента Зеленского с журналистом газеты Романом Кравцом. Напомню, что в ходе одной из пресс-конференций Зеленский обвинил Кравца в том, что «Украинская правда» действует по некой методичке, которая, как он уверен, должна была исчезнуть вместе с президентом Януковичем. Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева заявила, что каждая попытка давления на журналистов будет публично освещаться и укреплять мотивацию журналистов разоблачать коррупцию в высших эшелонах власти. Глава Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин считает, что обвинения украинской власти в адрес офиса президента должны стать предметом уголовного расследования. Вот что он говорит об этом и о том, почему действующий с начала полномасштабного российского вторжения всеукраинский национальный телемарафон все чаще критикуют за предвзятость. То есть я как народный депутат направил запрос в офис генерального прокурора и национальную полицию, потому что я считаю, что в принципе есть все возможности рассматривать это как заявление про криминальное преступление, заявление про давление на независимые медиа, препятствия работы независимых медиа и если факты, которые выложили представители украинской правды будут подтверждены, кто-то должен поднести ответственность. В данном случае я не готов говорить про имена, потому что очень надеюсь, что будет открыто криминальное производство, но без реакции такая ситуация в демократической Украине остаться не может. Нам надо оперировать. Я очень надеюсь, что офис президента начнет комментировать, потому что прямые факты, которые описала украинская правда, напрямую относятся к ним. К сожалению, мы пока что уже фактически дабу, да, не имеем официальной информации с их стороны. Сейчас правоохранительные органы должны проверить фактаж, который выложила украинская правда и после этого фактически национальная полиция открыть криминальное производство, офис генерального прокурора, сопроводить это расследование. Я надеюсь, что официально на мой запрос органы должны ответить на протяжении 10 дней. Я очень надеюсь, что они ждать 10 дней не будут. То, что единственный марафон, все больше стает несбалансированным источником информации, как это было в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, а более такой комплементарный механизм информирования в таком провластном ключе. И понятно, что пропорция представления независимых экспертов и оппозиции падает. Она очень в единственном марафоне упала после того, как из единственного марафона вышла Суспильная, наш собственный вещатель, потому что на общественном вещателе пропорции адекватно сбалансированы. Там тоже больше слух народа, чем представители, к примеру, голоса. Но это соответствие не 81 к 1, а это соответствие так, как практически выбрал украинский избиратель. Большая часть, больше половины такие слуги, но все остальное это оппозиция, независимый эксперт. Это был глава Комитета Верховной Рады Украины по свободе Слово Ярослав Юрчишин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После обстрела израильскими войсками здания школы в секторе газа, в результате которого, как сообщают подконтрольные экстремистские группировки «Хамас-структуры», погибли не менее 20 человек, включая детей, было в очередной раз созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Израильские власти заявляют, что в здании находились террористы. По другой версии, там были сотрудники Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев, известного по аббревиатуре БАПОР, которое Израиль обвиняет в сотрудничестве с террористами и считает неопровержимыми доказательству участия нескольких сотрудников БАПОР в нападении на Израиль 7 октября прошлого года. С подробностями заседания Совета Безопасности корреспондент «Голоса Америки» Михаил Гудкин. Открывая заседание Совбеза, созванное по инициативе Словении и Алжира, Филипп Лазарини, глава Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев, сокращенно БАПОР, назвал прошедшие после террористической атаки Хамас 12 месяцев, годом потерь и страданий, дегуманизации и варварства. Он констатировал, что израильские заложники по-прежнему находятся в плену, а Газа превратилась в руины, в кладбище десятков тысяч людей. На днях комиссия КНЕС-СТ по обороне и иностранным делам одобрила законопроект, который предписывает закрыть все учреждения БАПОР на территории Израиля и запрещает любые контакты и сотрудничество с этим агентством ООН, включая выдачу виз его сотрудникам. Лазарини сообщил, что за год погибли 252 сотрудника возглавляемой им организации и подчеркнул, что отказ Израиля от сотрудничества с БАПОР будет нарушением устава ООН и повлечет тяжелые последствия. Могут обрушиться все гуманитарные операции в Газе, которые полагаются на инфраструктуру БАПОР. Прекратится любая координация с Израилем, что существенно осложнит предоставление продовольствия, медицинских услуг и крыши над головой людям, которые во всем этом отчаянно нуждаются, особенно с учетом приближения зимы. Представительница управления ООН по гуманитарным вопросам Лиса Доутен сообщила, что гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться. В секторе нет электричества, не работают системы водоснабжения и канализации, закрыты пекарни и магазины. Доставка гуманитарной помощи затруднена ограничениями, введенными израильскими властями. За последнюю неделю, по ее словам, резко сократился объем основных поставок в Газу. В среднем в Анклав ежедневно въезжает лишь 50 машин с грузами, что в 10 раз меньше, чем до 7 октября прошлого года. С тем, что гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая, согласилась и постпред США. Несмотря на то, что Соединенные Штаты приостановили финансирование БАПОР, Линда Томас-Гринфилд подчеркнула важную роль, которую играют сотрудники этой организации в Газе. Коллеги, мы озабочены введенными недавно Израилем ограничениями на доставку грузов в Газу. В сочетании с бюрократическими ограничениями на доставку гуманитарной помощи из Иордании и закрытием большинства пограничных КПП в последние недели, эти действия приведут лишь к ужесточению человеческих страданий в Газе. Мы хотим видеть меньше ограничений на доставку помощи, а не больше. В том же духе мы с тревогой наблюдаем за законодательными инициативами, направленными на изменение юридического статуса БАПОР. Эти действия помешают сотрудникам БАПОР координировать работу с израильскими представителями и лишат их юридических привилегий и иммунитета, которым обладают сотрудники организации ООН по всему миру. В то же время мы знаем, что сотрудники ООН, включая БАПОР, играют важнейшую роль в предоставлении гуманитарной помощи в Газе и зачастую работают там с с риском для жизни. О невозможности доставки и распределения гуманитарной помощи в Газе без участия БАПОР говорили также представители Великобритании, Франции и России. Однако постпред Израиля при ООН отверг заявление о том, что его страна ограничивает доставку гуманитарной помощи в Газу. Им заявил о продолжении сотрудничества с агентствами ООН за исключением БАПОР. В то время как Израиль сотрудничает со Всемирной Организацией Здравоохранения и ЮНИСЕР для того, чтобы улучшить жизнь гражданского населения, БАПОР позволил Хамас инфильтрировать свой персонал. Это проникновение настолько глубоко и институционализировано, что эту организацию невозможно исправить. Контраст не может быть более разительным. Израиль стремится защитить и помочь гражданскому населению, а БАПОР лишь усугубляет их страдания. Израиль много месяцев подряд предупреждал об инфильтрации БАПОР террористами, но никаких действий не последовало. Когда выступал уважаемый господин из БАПОР, он говорил о погибших сотрудниках этой организации, но он не сказал, сколько из них состояли в Хамас. Мы передавали имена в БАПОР. Недавно стало известно, что Фатах Шариф, командир Хамас в Ливане, был также директором школы БАПОР и возглавлял профсоюз учителей. И одновременно был командиром Хамас в Ливане. Это просто в голове не укладывается. Дени Данон заявил, что будущее газа возможно только без Хамас, и что Израиль будет продолжать добиваться этой цели. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Михаила Гудкина. А в Казахстане разгорелся скандал вокруг организованного в Алматы всем движением «Феминито» мероприятия, получившего неофициальное название «Лесбийский Курултай». Против его проведения резко высказались так называемый «Союз родителей Казахстана», некоторые депутаты парламента, местные власти мешали аренде помещений, в конфликт вмешивались сотрудники полиции. По словам соосновательницы движения «Феминито» Жанар Секербаевой, собрание фемактивисток в Алматы было посвящено экологии и ее влиянию на ЛГБТК-сообщество. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. Скандал вокруг «Лесбийского Курултая», проходящего в эти дни в Алматы, набирает обороты. Помимо общественников из так называемого «Союза родителей Казахстана» на организаторах этого мероприятия ополчились уже и народные избранники. Во время последнего заседания Нижней Палаты Парламента депутат от фракции «Аманат» Ренат Заитов обратился к премьер-министру Оужасу Бектенову и генпрокурору Берику Асылову с просьбой рассмотреть вопрос о признании движения «Феминито» экстремистской организации. По его мнению, проведение «Лесбийского Курултая» в Алматы стало последней каплей терпения, поскольку участницы этого мероприятия якобы расслевают молодежь. Наши правоохранительные органы палец о палец не ударили, чтобы привлечь к ответственности «Феминито» организацию мирового уровня, которая хочет уничтожить нашу молодежь. После этого уверенные в собственной безнаказанности извращенцы открыто заявили, что проведут «Курултай» в Алматы. Почему мы должны сидеть сложа руки, когда в таком ключе используют столь подсчитаемое понятие, как «Курултай». Просим возбудить против них уголовное дело по закону о противодействии экстремизму. Реакция самих феминисток была мгновенной. Они намерены судиться с депутатом, посчитав его выступление оскорблением. Более того, по словам соучредительницы «Феминито» Жанар Секирбаевой, они будут добиваться того, чтобы Рината Заитова признали персоной нон-грата в странах, где права ЛГБТ-сообщества охраняются законом. То, что он делает, это подстрекательство, это призыв к социальной розни. Его слова – это классический пример речей ненависти. Когда они в обществе циркулируют, общество думает, что можно к этим людям относиться плохо и начинает физически тоже применять какое-то насилие. Поэтому я предупреждаю Рината Заитова о своих планах, а наш план – подать на него в суд. Мы не те, не то слово, которым он нас называет. Мы обычные правозащитницы, лесбиянки. Глава фонда «Либерти» Галыма Гилеов также осудил слова Рината Заитова. По его словам, человек, которого избиратели наделили властью, не может себе позволять подобные заявления, поскольку они могут привести к сегрегации общества. К тому же преследование ЛГБТ-активистов может негативно сказаться на международном имидже Казахстана. Вот эта дискриминация, которая позволяет себе депутаты, она вообще недопустима. Потому что у нас нет каких-то категорий, которые стоят над народом, над людьми. А получается, с его позиции мы должны делить людей, более того, какие-то группы дискриминировать, позволять себе ограничивать их в правах. Проблемы у феминиты начались сразу после того, как это движение анонсировало проведение в Алматы лесбийского курултая, посвященного проблеме экологии. Сначала организаторки сообщили, что не могут найти место для его проведения, а когда все же нашли, мероприятие фактически было сорвано появлением там членов так называемого Союза родителей Казахстана. В дело даже пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Противостояние феминиты и Союза родителей все еще не окончено. ЛГБТ-активистки написали на них заявление и требуют привлечь к ответственности. Впрочем, защитники так называемых семейных ценностей ответили тем же. Оба заявления сейчас находятся на стадии рассмотрения. Из Алматы передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. И последняя сегодня тема. Нобелевскую премию мира, присуждаемую норвежским Нобелевским комитетом, в этом году получит японское движение Нихон Хидан Кё. На примере истории жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки это движение уже многие годы рассказывает миру об опасности ядерного оружия. Церемония вручения Нобелевской премии мира состоится в декабре. Они вдохновляют и информируют людей по всему миру и создают почву для будущего существования человечества в условиях безопасности, сказал, объявляя о присуждении Нобелевской премии, председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес. Давайте послушаем фрагмент его сегодняшнего выступления. В ответ на атомные бомбардировки в августе 1945 года возникло глобальное общественное движение, участники которого неустанно работают, чтобы предупредить человечество о катастрофических последствиях применения ядерного оружия. Это помогло формированию международных норм, в соответствии с которыми применение ядерного оружия осуждается как неприемлемый с моральной точки зрения ША. Эти нормы известны как ядерная табу. Свидетельство членов движения Хибакуша, тех, кто выжил в Хиросиме и Нагасаки, уникально в этом широком контексте. Они помогли создать и консолидировать во всем мире тех, кто выступает против ядерного оружия, рассказывая истории собственных жизней, проводя образовательные кампании, базирующиеся на их личном опыте, постоянно предупреждая об опасности распространения и применения ядерного оружия. Хибакуша помогает нам описывать неописуемое, думать о немыслимом, осознавать неосознаваемое, боль и страдания, которые вызывает ядерное оружие. Норвежский Нобелевский комитет, тем не менее, хочет признать и вдохновляющий факт. В течение почти 80 лет ядерное оружие не применялось в ходе войн. Огромные усилия Нихон Хиндакё и других членов движения Хибакуша во многом помогли появлению ядерного табу. В то же время вызывает огромную озабоченность, что сегодня дальнейшее существование этого табу в опасности. Ядерное государство модернизирует и расширяет свои арсеналы. Новые страны хотят стать обладателем ядерного оружия. А участники текущих конфликтов угрожают применить ядерное оружие. Стоит напомнить миру, что представляет собой ядерное оружие. Это самое разрушительное оружие в истории человечества. В следующем году исполнится 80 лет американским бомбардировкам, в результате которых погибли около 120 тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки. Сопоставимое число людей умерло от травм, ожогов и радиации в последующие месяцы. Современные ядерные боеголовки обладают гораздо более мощной разрушительной силой, которая может убить миллионы и привести к катастрофическим изменениям климата. Ядерная война может уничтожить нашу цивилизацию. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».